привет девочки и сегодня я хотел бы заснять видео о моих покупках за последнее время просто их было настолько мало точечно практически каждый раз и это декоративная просто декоративные заказывала с уходовыми средствами потом я забывала снять распаковку посылок и как бы все так так получалось поэтому решила собрать все это все что я вам не показывала показать в отдельном видео или как часть блога это пришла мне посылка beach cosmetics очень хотел попробовать их тени и там была очень выгодная акция и я заказала несколько палеток и одну палетку с этой акции давали бесплатно но это немецкий bh косметик сайт а есть еще пункт ком там вообще косметика дешевле стоит просто у нас я боюсь американских сайтов после color pop теперь заказывать потому что боюсь что будут на таможне они вечно виснуть и там платить получается много не выгодно девочки смотрите какие малюсенькие пришли сначала конечно я обратила внимание вот на эту палетку макарон sunset 16 цветов палетка и здесь всего лишь 10 грамм девочки я почему-то думала что они будут ну хотя бы ну хотя бы немножечко вот так вот больше будут но нет когда я получила и начала открывать я прямо очень удивилась и я даже не хотела снимать как я открываю посылку потому что я была немножечко разочарована но когда девочки я начала делать делать сводчи то я опять повеселела потому что качество тени действительно очень хорошее качество bh косметикс хвалится в интернете мне было тоже интересно я заказала знаете какую лимитированную палетку но я девочки вам пока еще не показала покажу как-нибудь потом потому что какая разница и и показывать возможно ее уже нет в продаже нет на официальном сайте на немецком она есть ну короче она мне понравилось и захотела я другие но то было здорово и знаете что девочки а вам все-таки сию тут же покажу эту палетку девочки называется на royal афея я заказала ее на ebay потому что мне не господи не на ebay на beauty на бьюти бэй мне очень понравилось оформление и девочки вот смотрите какая она здоровая и я подумала что все палетки убейший косметикс вот такие вот большой то есть у них есть реально большие палетки и те которые поменьше я думал что они именно вот такие мне очень понравились здесь оттенки понравилось качество понравилась пигментация хотя этой палетки американки не очень довольны печь косметикс это американская косметика очень бюджетно считается и она кровати фри не тестируется на животных поэтому она стала в одно время очень очень популярны потому что все кто хотели краситься но не поддерживали тестирование покупали тени бейдж косметикс мне понравилось здесь качество я делала свочи сама для себя и я решила потому что здесь и картонка качественно и оформление мне понравилось решила заказать остальные ну вот девочки сейчас вам покажу вот это палетки которые стоили на немецком сайте 11 евро они стоят сами по себе 11 евро это полная цена их вот вы видите да если сравнить вот эти рефилы с вот этими рефилами здесь у всех палеток есть зеркало смотреть да разница да и вот эта палетка мне тоже досталось почему я ее заказала на мне досталось на распродаже возможно девочки я вам писала возможно где-то я писал упоминала это потому что в основном если какие-то вижу акции я пытаюсь вас в сообществе об этом предупредить если вдруг кто-то тоже живет в германии или этот сайт повсюду по всему миру как он нас отсылает свои продукцию свою продукцию по всему миру 22 грамма девочки 22 грамма в этой же палетке всего лишь 10 грамм вот и потому я конечно была разочарована потому что я молипучку получила но когда я попробовала сводчи я поняла девочки я повеселела все нормально все отлично 11 евро одна палетка но из-за того что там акция была получается что мне каждая из этих палеток можно сказать досталось за где-то 7 евро даже 6 чем-то можно сказать потому я не грущу вот и качество этих теней девочки это качество палеток эссенс маленьких их новых новых палеточек может быть конечно может быть конечно я заблуждаюсь но давайте знаете что поделаем сводчи и мы тогда с вами это сразу тут же выясним вот матовые отлично пигментированных пробовать не будем вот эти вот шиммер на металлические вот девочки смотрите так давайте я вам покажу и давайте сделаем эссенса эта палетка блажь нюдс блажь просто она называется у эссенс и сделаем именно такие по моему это матовый именно шиммерных так вот и здесь внизу сделаем так там было всего лишь три оттенка и другой давайте из ньют возьмем вот этот оттенок например вот этот вот этот да давайте все возьмем в принципе какая разница вот это эссенс девочки вам показываю так и вот этот вот это эссенс вот это бич косметикс я вообще девочки честное слово я разницы не вижу давайте возьмем другую ту которую я аля получила в подарок и потому вот такая вот палеточка сама лапин называется она здесь есть а вот такие оттенки которые немножечко могут быть похожи на тени эссенс поэтому так вот это я думаю вам видно что разницы в качестве вот этих шиммерных оттенков девочки вообще вообще нету все равно что вы купили палетку эссенс или палетку печ косметикс здесь у нас 7 грамм здесь у нас 10 грамм и в 10 10 граммов стоит там я не знаю на американском сайте они семь с половиной долларов стоит а вот это стоит вам всего лишь 4 евро но на немецком 11 вот вы видите да всего лишь 3 грамма разница но качество одинаковое это было мне очень интересно я просто когда попробовал вот эти тени дублин как будто как будто я сводчу тени эссенс из маленькой палетки то есть они не крошатся отлично пигментированы наносится шикарно но я имею ввиду сочи потому что их еще не про вот эти не пробовала эссенс то пробовала я знаю как что они классно смотрится навеки но такой вот прикол девочки как будто прямо на одном заводе только оформление разное вот это вот эта палеточка будем с вами делать потом уже это их постоянная коллекция поэтому я могу сколько угодно тянуть с этими палетками я не думаю что они так быстро с ним из производства и миднайт сити здесь соответственно более такие более спокойные оттенки есть такой вот ярко-синий дуохромный явно давайте посмотрим нет это серый девочки я ошиблась вот этот вот очень красивый смотрите яркий такой этот зеленый красивый но и все остальные они чуть-чуть там похоже с другими просто растушевочные более такая мне кажется более холодная палитра вот у меня появилась но они по такие милые девочки мне очень нравится размер таких палеточек очень удобно и брать с собой смотрите так вот моя рука и вот эта палетка да если конечно можете попробовать если вам очень захочется девочки как я уже сказала у вас если есть тени эссенс то вам вот эти не особо нужны но если вы можете приобрести себе по какой-то классной скидки то можете попробовать вот это качество гарантируя отличное но и заказала я там вот такую вот палеточку здесь намного больше грамм здесь 21 и 5 грамм это палетка хайлайтеров ой блашин инбали называется она и эта палетка хайлайтеров румян и бронзеров оформление красиво почему-то мне напоминает физиченс формула у них у физиченс формула есть хайлайтер который так оформлен очень хочу и физиченс формула попробовать но я прозевала ну как я пожадничала заказать там по хорошей скидке онлайн у росмана там у них очень большой выбор новой коллекции тоже старая есть и новая но блин они дорогие как лореаль но то минеральная продукция до физиченс формула это обычная химия как видите 3 хайлай 3 трое румян вот это хайлайтер и вот это мне кажется бронзер скорее вы видите оттенок такой вот этот можно использовать как хайлайтер ну и конечно можно использовать золотистый такой а вот этот вот да нет даже как бронзера нельзя это будут тени ну вот здесь вот румяна классные вот это матовый оттенок вот это скорее всего такой полу сатиновый и персиковый как я люблю а вот это очень очень такой насыщенный как будто сливово сливово розовый но если его растушевать я думаю позже мы он тоже пигментированный но нужно короче мало брать и тушевать очень хорошо на камеру конечно мое не видно но но он довольно насыщенный девочки вот это вот так сейчас я вам показываю так вот видно да насыщенный оттенок так и самый светлый давайте хайлайтер я вам покажу так а вы знаете у хайлайтеров текстура как у революшен у слитков есть слиток золото есть слиток розовый вот такой же знаете какой влажный очень влажное свечение ну вот это конечно это вообще да но всегда такие фирмы бюджетные они пытаются охватить так же как революшен иногда на палетке посмотришь они пытаются охватить как будто весь земной шар и для и для белокожих и для смуглов и для африканцев и все в одной палетке это конечно глупость лучше бы они делали выпускали три разные палетки пусть бы они даже были мини да и делились бы вот так вот но я считаю что да чем потом людям думать зачем им нужен ненужный продукт зачем они взяли ненужный продукт вот девочки такие вот покупочки за последнее время знаете раз такая пошла пляска давайте я вам уже покажу и косметику которая заказала в другом месте уже давным-давно но да наверное сделаю видео покупки с последнее время девочки заказала от эйвен заказе эйвен который я вам показывала я у девочек очень часто вижу базу от под тени от марк и как она связь до марк мэджик мэджикс или мэгикс не знаю и так как у меня закончилась и айла в стоять и айла в калор я решила попробовать эту базу перед тем как покупать базу от так как рис очень хочу и от катрис попробовать но сначала вот распробую идем и я тенями пользуюсь девочки каждый божий день поэтому для меня и праймер под тени это маст хэв без которого тени сразу в течение час скатаются мне довольно жирные веки уверена короче делала я как-то заказ на косметик флэс это такая немецкая страница которая продает разные всякие бренды но я иногда залазью и смотрю смотрю и я увидела один бренд который я видела у эмили на канале очень часто она его заказывала по моему скопу с польского какого-то сайта и мне так интересно было это бюджетная американская марка и вы знаете когда у тебя уже одна и одни и те же марки покупаешь бренда уже как-то примелькалась хочется чего-то нового короче это бренд jordano и я увидела там скидки очень хороший этот бренд я решила закупить ну все что я думаю мне будет интересно посмотреть и заказала я четыре помадки заказала я также вот такие тенюшки и заказала я такой карандаш карандашом я уже пыталась пользоваться помадками тоже тени только посвотчила карандаш сразу и для бровей и для глаз должна сказать что так не очень хорошо так не бывает и не надо так потому что для глаз я считаю должны быть довольно мягкие карандаши пусть они не тают прикасаясь к вашему глазу но наноситься он должен легко может быть он еще раз пишется я заказала коричневый именно темно-коричневый потому что у меня как-то очень мало по два всего лишь коричневых это два два огрызка один там тоже часть у катрис то есть он дуо карандаш и по-моему это все и я решила взять на замену как карандаш для бровей замечательно вот то что надо он такой довольно твердый то есть он не растечется у вас и волоски можно им запросто там рисовать да неплохо но у меня такие брови знаете они какие-то серо-коричневые а вот этот именно такой коричневый коричневый я не знаю если я вот так вот на мулю его вам вам видно будет видите такой достаточно насыщенный коричневый попробовала я рисовать им я люблю коричневый еще знаете на водную линию нижнюю наносить чуть ли не раскорябла классно это быстро поняла убрала и на верхнюю стрелку тоже пыталась рисовать тоже пока не как может быть распишется а если нет то буду подрисовывать брови ну тут хватит он такой большой что его хватит на всю жизнь вот даже freedom да если я уберу копачок сейчас вам будет видно даже freedom он меньше вы видите то есть американцы прям расщедрились и его хватит вот правда на всю жизнь использовать может было бы даже с кем поделиться если можно было вот такой вот карандаш помадки помадки мне понравились они чем-то похожи на essence матовые у них запаха я не заметила такой хотя нет знаете есть такой слабый нежный запах у бабушки по-моему была такая помада конечно и как видите я попробую ну вот эту помаду она такая красивая постоянно пытаюсь найти замену моей ноунейм помаде такой какая она мне здесь лежит но совершенно другой конечно оттенок вы видите вот это вот моя любимая необыкновенно классно смотрится на губах на губах ну вот это тоже она красивая но это не то не то не то не то не то но вот такая вот классная она не слишком яркая на может быть кажется на камеру яркой на самом деле она не очень яркой девочки классно смотрится это вот вот есть у меня помада от к 300 практически не он вы потом есть наш на шаг скажем на тон менее ярче и вот это вот еще на тон менее яркой то есть она не бледная, она яркая, но короче, на каждый день пойдет, можно запросто ее использовать. Ну, а сами флакончики, они очень такие похожи вот на новый катрис, только вот тут задирается все очень-очень быстро. Вот это я в сумочке поносила, и поэтому внутри оно защищено, ничего с ним не происходит, но корпус тоже такой хлипенький. По-моему, они мне 2.30, что ли, обошлись. Следующая помада, а, не показала вам оттенок, вот, девочки, Plum Obsession в 60-м оттенке. Следующая помада, давайте сразу оттенок, 62-й Blazing Mango. Горящая вот такая манго-помада. Тоже она, опять же-таки, кажется, что она яркая, но она не очень сильно яркая. Это не неоновые оттенки, такие запросто можно носить каждый день, главное, чтобы вам сами оттенки нравились. Вот помада, по-моему, вот тут у меня красный цвет, такой кораллово-красный, и вот вы видите, какая она помадка, да? Хотя иногда она показывает, как будто она розовая, но она не совсем розовая, она такая, блин, как же назвать, кораллово-оранжевая, что ли, такой вот оттенок. Так, а также, по-моему, вот эту помаду я поносила, мне понравилась. Ну, оттенок это 48 Pink Passion. Так, это такая чуть припыленная роза, но совсем такая более розовая, но мне кажется, здесь есть чуть-чуть серый подтон, но может быть, я обманываюсь. Мне кажется, что есть, не знаю. Тоже очень комфортная на губах, они, как видите, практически матовые, ну, есть такой подсвечивающий чуть-чуть эффект, но не кремовый, далеко от кремовых, и даже не вельветовый, вот, все-таки ближе к матовым, нужно увлажнять губы, иначе будет подсушивать. И 49 Lavanda Lady, ну, назвать ее прям лавандовый, я бы не стала, лавандовый для меня, он чуть-чуть поярче, такой ближе к фиолетовому. Так, ну, покажу вам сейчас. Тоттенок более такой холодный фиолетовый, что ли, фиолетово-розовый такой, вы видите, да? Кажется, камера сейчас неплохо передает. Вот такие вот помадки, очень мне хотелось чего-то новенького, новый бренд, что-то новое в руках подержать. Вот, пожалуйста, 4 отличные помады. Так, сейчас я их поставлю сюда, это уже не новинки, я их опробую вместе с вами в видео потом. Так, тенюшки, девочки, в тенюшках я немножечко разочаровалась, хотя здесь смотрите, какие красивые примеры макияжа показывают, как, какие, где использовать, вот они рассказывают, все очень понятно и замечательно, но они ложатся больше такой дымкой, я почему-то больше пигментации рассчитывала. Ну, может быть, знаете, нужно все-таки еще их на веках попробовать, это я свочи делала, на веках я их, так вот этот немного сыпется, слишком много взяла. Видите, это такая дымка, тени дымкой, которые ложатся. В принципе, это тоже неплохо, знаете, для разнообразия коллекции пойдет все. И смотрите, как быстро пальцы почистили, себе сухую салфетку. У меня редко как-то так бывает. Вот этот сатиновый оттенок, а вот этот вот, по-моему, матовый. Ну, конечно, вот этот яркий. Сейчас посмотрим, как насходится, потому что я уже не помню. Он тоже, ну, яркий, но ложится, даже здесь почему-то с проблешиной лег. Так, ну-ка. Вот, наслоила, красивый, такой голубой, зеленый, легкий сатиновый оттенок, красивый такой. Вот, так неплохо видно. И желтый, очень яркий, даже металлический, мне кажется, такой. Он вам просто отсвечивает очень, потому что он металлический. Вот. Так хорошо видно. Вот, это такие тени. Ну, знаете, попытаемся, попытаемся вот это вот нанести. Здесь, конечно, красивые накладные ресницы, ну, почему бы не попробовать, почему бы не попробовать нанести такой макияж. Если не получится этой палеткой, то возьмем Тами. Палетку Тами ей нанесем. Так, взяла я там же попробовать заодно, чтобы добрать до бесплатной посылки. О, вот эти видите, по-моему, это пигмент. Что-то не оттирается. Вот эту новую пудру. Но сейчас опять у Революшн вышли еще несколько линеек пудр. Но вот эта вот, которая вышла еще, по-моему, зимой. Здесь, кстати, не так уж и много грамм. Я подумала, господи, как же много. Здесь всего лишь 12. Смотря, вот она такая же, она квадратная, да, кажется, что в два раза больше здесь пудры, чем Оэссенс. Но нет, видно, там тонкий слой. Видно, вот это вот все, вот это вот, то, что мы видим, да, вот здесь, она просто так с выемкой сделана. Это все, что есть. Потому что здесь тоже 12 грамм Оэссенс. Ну, хотелось мне попробовать. Все сказали, что окей, нормально. Так, это и вот то, что я сделала заказ, решила вам декоративную косметику показать отдельно. Я взяла два пробника, аж по 70 центов они стоят. Это прям, знаете, так 70 центов добавить евро 50 и можно купить полноценную помаду Эссенс или Трент Этап. Но мне хотелось попробовать, потому что полноценную помаду не уверена, хочу ли я или нет. Попробую, если понравится, то возьму, возможно, в этих же оттенках или в других. И, конечно, знаете, давайте сейчас вскроем и сделаем сводч. Так, здесь у нас написано, что это Pure Pink, а какая линейка это True Color Perfectly Matte Lipstick. Так, это все, что есть. Она не выдвигается, ничего там нету. Так, и оттенок здесь следующий. Ой, какая она приятная. Она, знаете, это, что за помада, может быть, она застынет, я не знаю, но вот так вот по ощущениям это вельветовые помады. У Essence что-то в этом, или у Catrice были что-то в этом роде вельветовые помады. По-моему, у Essence у Catrice к основу прям везде совал эту линейку. То есть матовая да не матовая. Но оттенок очень красивый. Так, и еще одна. Это та же самая серия. Так, у меня видео заканчивается, кисточки хотела вам показать. Но это оттенок, а здесь не написано какой оттенок. Вот так вот. не написано какой, но короче красивый вот такой красный. Сейчас вам покажу. Красивый, я уверена, что и на губах будет шикарно смотреться. Так, и последнее давайте я поспешу от Abelin. Это марка предоставляет кисточки в магазин DM. По-моему, это и есть марка DM. Только вот увидела. по-моему, у кого-то я еще в видео видела эти кисточки. Очень красивый дизайн. Качество. В принципе, для румян я взяла вот эту голубенькую и пойдет. Нормальная. Но просто она мне понравилась по дизайну. А вот это я вам должна сказать, синтетика такая непротивная, приятная, но короче, кисточки Essence мне, конечно, нравится больше. Вот так я скажу. Ну а так взяла из-за дизайна. Стоят они в принципе как кисточки Essence. Вот это полтора евро стоило, а вот это 2,70 по-моему. Вот. Поэтому красоту мне захотелось весеннюю. Все, девочки, это все мои покупки. Я вам все показала, что хотела. Батарейка мигает, поэтому всем хорошего дня, хорошей недели и до следующего видео. В следующем видео обязательно будем стараться все это потестить. Всем пока! Продолжение следует...